Здравствуйте! В студии Светлана Дзимбицкая. И сегодня в рамках прямого эфира с главой городского округа Люберцы Владимиром Петровичем Ружицким мы поговорим о тех задачах, которые стоят перед администрацией в летний период. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны прямой студии 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Также напоминаю, что нас можно смотреть на сайте www.3wlrt.tv в рубрике «Лайв». Там же вы можете оставить свои комментарии. Владимир Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас вновь. Буквально месяц назад мы с вами встречались, и вы были с другой должностью. Теперь вы избавились от представки ИО, вы теперь глава на ближайшие 5 лет, с чем мы вас и поздравляем. Спасибо, Светлана. Спасибо. Давайте все-таки жителям напомним, как проходили назначения ваши, потому что это были не совсем выборы, чтобы разобраться уже со всеми разночтениями и поставить на этом точку. Ну, в прошлом году, по-моему, в июне месяце был принят закон Московской области о формировании органов местного самоуправления на территории Московской области. И этот закон прописал, каким же образом избираются представительные органы, то есть Советы депутатов, каким образом избирается глава на территории. В связи с тем, что было принято решение и Советам депутатов, Советам депутатов Люберецкого района. А до этого прошли публичные слушания по всем нашим поселениям. И в декабре месяце Московская область Думы был принят закон о преобразовании Люберецкого района. В конце декабря губернатор Андрей Юрьевич Воробьев подписал закон о преобразовании Люберецкого района в городской округ. И этот закон вступил в силу с 9 января этого года. И уже пошел отсчет формирования властных, скажем так, структур на территории городского округа Люберцы с 9 января. Есть целая процедура, есть даты, поэтому были назначены выборы Совета депутатов городского округа, которые состоялись 26 марта этого года. Впоследствии по закону Московской области была сформирована комиссия по избранию главы Люберецкого городского округа, которая состояла из 6 человек, 3 человека от Совета депутатов, 3 человека от губернатора Московской области. Эта комиссия поработала, было 4 претендента, включая меня. В конечном итоге комиссия отобрала двоих, и в конечном итоге комиссия вынесла на рассмотрение Совета депутатов 2 кандидатуры. И 4 мая этого года Совет депутатов принял решение, ну и такое доверие оказало мне, за что я, конечно, благодарен. Я не буду сегодня говорить какие-то слова, что это, конечно, это и ответственность, это определенные обязанности, обязательства, это отдельная тема, потому что это просто я для себя говорю и своим окружающим, что это работа, это доверие жителей, и просто надо, ну насколько это возможно, эту работу делать и качественно, и откровенно, и добросовестно. Поэтому здесь аппетиты можно подбирать разные. Я все-таки работаю не первый год, знаю, кое-что получается. Это отдельная тема, судить жителям. Но мы ставим задачу на территории городского округа, вот в настоящее время мы формируем администрацию, а для того, чтобы ее можно было сформировать необходимые, скажем, документы, это, в первую очередь, устав. Поэтому по уставу прошли публичные слушания. Устав принял 11 мая, это буквально на днях, Совет депутатов городского округа. Сегодня эти документы направлены в Минюст Московской области, должны пройти процедуру, и когда устав будет окончательно утвержден, вступит в законную силу, тогда на основании этого мы сформируем все структуры, связанные с работой администрации городского округа. Необходимо сформировать весь пакет документов, включая атрибутику городского округа. Это и герб, и флаг, и гимн, потому что все-таки люберцы – это традиции давние, это история, а тем более в городской округ вошли наши поселки. То есть мы должны придать некую, скажем, юридическую силу муниципальному образованию. Это непростые вопросы, это даже и сложно, это требует профессиональных подходов, и мы обязательно опираемся на мнение жителей. Поэтому у нас в настоящее время проходит и конкурс на герм, гимн, флаг. То есть все эти вопросы мы должны максимально обсудить с жителями, мы вынесли на рассмотрение наших жителей. Сегодня идут активно наши жители и идут предложения. Я в данном случае еще раз обращаюсь с нашим жителям, используя вашу студию, потому что, дорогие друзья, в принципе, если у кого-то есть желание и есть в этом плане какой-то опыт, какие-то навыки, может быть, начало какое-то творческое, я искренне просил бы поучаствовать, потому что мы должны сформировать как бы некую символику городского округа, чтобы мы, приехав в любую точку России, и, возможно, за рубеж, мы, скажем, видим какой-то знак, это герб, мы сразу говорим, что это Люберец, флаг или гимн зазвучал, Люберец. Это тоже как бы приятно на слух. Женя, я не говорю о том, что мы проводим массу мероприятий, и эти вот... Атрибуты используются. ...крайне нужны, потому что это подчеркивает наш город, нашу историю, какие-то наши традиции и нашу самобытность. Потому что Люберцы, территория сегодня городского округа Люберцы, она, естественно, самобытная, с глубокими корнями, которые уходят в глубь веку. Вот это мы должны как-то подчеркнуть, каким-то образом максимально как-то собрать, чтобы это отражало всю, хотите, духовность, сердце, антиинтеллект и сущность этой территории, этих людей. А самое, я не хочу сейчас уходить в глубокую полемнику, но самое большое богатство, достояние люберчан, люберецких, это люди, это жители, это отдельная тема. Поэтому мы же не зря, мы территория небольшая, мы густозаселенная, но мы по основным показателям в области, первое, второе, третье, мы вот, как бы, скажем, вот входим уж точно по основным показателям в пятерку, поэтому есть чем и гордиться, но это все делают люди, это делают жители. Вот эту историю мы должны поддерживать, эти традиции поддерживать, культивировать, объяснять и как-то пропагандировать, и чтобы наши молодые люди, дети, это брали, несли, и, по крайней мере, дальше продолжили. Вот это все наработано, что до сегодняшнего дня есть на территории люберец. Владимир Владимирович, ну вот смотрите, несмотря на все преобразования, реорганизации, которые проходят в районе, теперь уже в округе, все равно мы смогли сделать и провести такое довольно масштабное и памятное мероприятие для всего русского народа, это 9 мая. Каким вы его увидели, как оно прошло? Вот на мой взгляд, все удалось, несмотря даже на то, что погода была очень холодная, такая же, как весной 45-го года. Ну, видите, если мы говорим, что любая река, вот, большая русская река Волга, она же начинается с какого-то маленького родничка, какой-то капли. Что происходит в такие дни, как 9 мая? Я себя помню с детства, и в детстве, и я на протяжении жизни. 9 мая – это кто постарше, кто прошел войну, это воспоминания, это слезы, это гордость. Мы, понятно, я и более молодые люди, мы выросли на фильмах, книгах, рассказах. И 9 мая, оно, как какая-то капля всей этой большой победы, она в сердце каждого нашего человека. Мы, в каждой семье, я говорю, есть свой герой, есть свои традиции, есть фотографии, есть своя история. И люди к этому относятся очень бережно, очень трепетно. И когда вот подобные действия происходят, как вот мы, 9 мая, у нас и шествие, и бессмертный полк, то каждый со своей историей, и это каким-то образом, видимо, аккумулируется, как-то генерируется, и возникает какое-то такое всеобщее настроение, которое подчеркивает и радость, и какую-то горечь от утрат, и гордость за народ, и гордость за победу. Это очень важно, потому что есть события, которые всех нас объединяют. Вот дата, которая объединяет население, из этого населения делает народ, а из народа государство – это, конечно же, 9 мая, и это очень важно. И то, что вот последние годы, вот эта традиция, она, естественно, она в какой-то степени предложена из народа, но поддержана руководством страны, а сегодня она культивируется, и сегодня уже такие, как я, мы, находясь, имея какие-то властные полномочия на территории, как муниципалитет, и мы уходим в систему власти и Московской области, и из губернатора, и из правительства, где, в принципе, исходит какое-то организационное начало. Поэтому наша задача, когда подобные происходят действия, то придать этому какое-то организационное начало. Это тоже большая, кропотливая работа, потому что вышли на улицу десятки тысяч людей в Люберецком районе. Мы же, в отличие от многих территорий, у нас шествия прошли и в городе, и во всех поселках. Это больше, где-то меньше, это десятки тысяч народа. И все это прошло без эксцессов, без каких-то конфликтов. Но мы же понимаем, что люди разные, с разным настроением. Хоть это и памятная дата, и 9 мая, и все прочее, но надо дать себе отчет, что мы же все иногда, извиняюсь, заводимся с полуборота. И вот это все, это массу надо как-то и удержать, и каким-то образом как-то влиять. Поэтому нас очень, я оцениваю, на уровне отработал правоохранительный блок, наше управление внутренних дел, у нас работает дружина, у нас работает актив. Поэтому как-то все это я оцениваю, что удалось, но такое было хорошее настроение. Хотя, если уж по погоде, то погода, к сожалению, я не помню, чтобы в Московской области, сколько я живу, а я здесь нахожусь с 1974 года, чтобы была такая погода. Всегда майский праздник – это солнышко, 9 мая – это всегда, ну уж точно, даже и дождик идет, но градусов 12-15. А если солнышко, то все 20. Это, скажем, это дополнительный… Да, в прошлом году было уже очень тепло, уже было. Да, дополнительный какой-то такой источник радости. А тут как-то вот… Но, тем не менее, погода не повлияла. Не повлияла, потому что была теплая такая хорошая атмосфера, все очень по-доброму. Ну, это и блеск в глазах, и даже я замечал, ну, молодые ребятишки, кому-то 10, там, 12-15 лет, и вот когда они общаются между собой, какие-то воспоминания, то какая-то слеза пробивает. Я не говорю о старшем поколении, потому что у нас же, сегодня я уже говорил, у нас сегодня, слава богу, 340 ветеранов Великой Отечества войны. Там порядка пяти тысяч детей войны. Фронтовики – это одна категория жителей, скажем, граждан страны, и на долю которых выпала такая тяжелая ноша, фронтовые там, скажем, окопы, снаряды, смерти, ранения и прочее, да, потеря друзей и близких. Но надо понимать, что перенесли дети, которые были на оккупированной территории или жили даже здесь, но когда ребеночку там 2, 5, 7 лет, и это все досталось там в 41-43 годы. И у нас же есть еще узники концлагерей, это отдельная группа наших жителей. Поэтому мы стремимся в такие дни каждому уделить внимание, потому что это очень важно. Желательно, я тоже обращаюсь и к жителям, и к телезрителям, и сам себе всегда говорю, что особенно наших ветеранов не надо, что 9 мая, каждый день и слово, и какая-то помощь, и обращение, то есть мы стремимся быть полезными. Как у нас получается, это отдельный разговор, и меня сегодня наши жители видят, если кому-то нужна вот из такой категории жителей помощь, потому что мы же соседи, мы же видим, кто живет за стенкой, кто живет в соседнем подъезде, в соседней квартире, потому что у нас есть и одинокие, и, возможно, иногда, скажем, неправильно забытые люди. Поэтому мы должны уделять внимание, потому что мы живем в таком сообществе человеческом, а Люберцы небольшая территория. Если мы можем чем-то помочь, надо помогать. А про ветеранов это отдельная тема. Пользуясь случаем, еще хотелось бы сказать им огромное спасибо, потому что, дорогие друзья, мы сегодня такие банальные слова можем говорить. Мир, мирное небо – это счастье, работать, жить. Но эти люди конкретно своим здоровьем, своей жизнью совершили в свое время то, что, возможно, находится за пределами человеческого понимания. И даже возможностей. Они победили, они победители. И мы сегодня можем гордиться, потому что мы тоже относимся к победителям. Мы народ-победитель. Это надо знать, это напомнить, этим надо гордиться, но в том числе и доказывать каждый день самому себе это на работе, в обучении, в делах. Это уже отдельная философия. Но мы должны понимать, мы народ-победитель. Мне подсказывают, что у нас есть первый звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Будьте добры, представьтесь. Меня зовут Иван, я житель поселка Октябрьский. И Владимир Петрович, у меня к вам такой вопрос. Касается всех жителей поселка. Да. В утренний час и пик из поселка на Новоризанское 600-то невозможно выехать. Чтобы выехать, требуется 40-50 минут. Мы неоднократно обращались в местную администрацию с этим вопросом, но никаких изменений нет. Может быть, нужно оптимизировать работу светофоров, либо сделать какие-нибудь дополнительные выезды. И еще хотелось бы обратить ваше внимание на то, что у нас в поселке есть такие места, про которые местная власть совсем забыла. Или не знает. Например, улица Дорожная или улица Коперативная на Красном Знамени. Там все поросло мусором. Территория не убирается с газами. Помогите решить наши проблемы. Спасибо. Хорошо, спасибо. Что касается транспорта, для Октябрьского это непростая задача. Я могу сказать, но я думаю, что с пуском эстакады по Урал-5 или по Новоризанскому шоссе в районе Жулебина стало движение легче. Другое дело, что это горлышко замыкается в Октябрьском. Это все-таки федеральная трасса. И есть проект, есть решение проектное обойти поселок Октябрьский, который, скажем, вот эта трасса пройдет вне поселка Октябрьский. И были в свое время разговоры и, по крайней мере, даже были определенные решения, что где-то эту дорогу должны были начать в 2018-2020 году. Она в любом случае будет. Я не могу сказать, будет это 2018-е годы или 2020-е, потому что эта федерация выделяет деньги, средства на данную дорогу. Но тема будет решена при условии, когда федеральная трасса Урал-5 пройдет, скажем, рядом или мимо поселка Октябрьский. И мы тогда разрушаем поселок. Будет другое движение. Это надо понимать. Ну а сегодня я еще раз переговорю с работниками ГИБДД. Попробую как-то еще раз к этой теме вернуться, чтобы специалисты как-то промониторили, как-то, скажем, сделали какую-то экспертизу потока транспортного и как можно повлиять на светофоры. Да, может быть, сделать их какие-то автоматические. То есть, например, подошли люди, чтобы перейти. Потому что есть некоторые там светофоры, которые включаются. Ну, там перехода через Урал-5. Жилино, вот Жилино. Жилино, да. А вот поселок Контемберский, там есть надземный переход. Такая тема есть. Это выезды. Выезды, да, там они на светофорах. И, понятно, Урал-5 трасса насыщенная, федеральная. И надо посмотреть работу данных светофоров. Это мы попробуем порешать с работниками ГИБДД. Что касается мусора, что касается вывоза, как мы говорим, ТБО, твердых бытовых отходов. Ну, давайте я вопрос зафиксировал. Еще раз вернемся, потому что сегодня на территории Люберец, Люберецкого городского округа, есть единая администрация, которая отвечает за все, что происходит на территории. И мы сегодня, по крайней мере, работаем, будет созданы управления в городском округе, которые будут работать с территориями поселков. Такие управления мы сейчас создаем, где будет в разных поселках по-разному, где 3, где 5 человек в зависимости от численности. Эти люди будут отвечать в основном за вопросы ЖКХ, жилища коммунального комплекса, за дороги, за вывоз мусора, за наведение в порядок. Поэтому я думаю, что в течение ближайших дней, недели мы это до конца сформируем и немножко начнем по-другому работать. Потому что до этого в каждом поселке была своя администрация. Понятно, что сегодня период такой немножечко, скажем, мы в процессе формирования. Я допускаю, что где-то есть... Переходная стадия. Да, где-то что-то порой и не стыкуется, но мы в ближайшую неделю порядок наведем. Есть еще один звонок. Давайте ответим. На самом деле сегодня очень много поступило вопросов, звонков они идут. И я также напоминаю, что свои вопросы вы сейчас можете оставлять на нашем сайте в разделе лайф под диалоговым окном. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Анна Петровна, я проживаю на северной стороне города Людови. Я многодетная мама, у меня по этому поводу есть вопрос. Владимир Петрович, около пяти лет назад вы обещали, что на улице Побратимов построите бассейн. На сегодняшний день бассейн построен, но он не имеет никакого отношения к социальным объектам. Это абсолютно коммерческая организация. Я, как многодетная мама, очень ждала этого бассейна, когда он откроется. Но теперь выяснилось, что для того, чтобы дети из многодетных семей в том числе могли попасть в этот бассейн, нужно заплатить всего пять тысяч рублей за одного ребенка за восемь занятий. В месяц? В месяц? Речи не идет о том, что какие-то льготы есть, какие-то скидки для многодетных. По этому поводу у меня вопрос. Почему этот социальный объект вдруг превратился в коммерческий объект, в котором для многодетных семей нет никаких абсолютно ни скидок, ни льготного времени, ничего? Почему-то многодетные семьи у нас вдруг остались за бортом долгожданного бассейна. Спасибо большое. Хорошо, Анна Петровна, спасибо. Ну, я скажу, я поясню, чтобы я был правильно понят. Да, мы планировали построить бассейн, но никогда, и я за все слова отвечаю, не было разговора, что он будет построен за муниципальные деньги, за бюджет. Потому что я, ну, чтобы был предельно понятен, к сожалению, у нас на строительство подобных объектов в бюджете денег нет. И не то, что в Люберецком районе, а не в одном районе. В основном сегодня подобные объекты строятся на коммерческой основе, со всеми необходимыми сопутствующими какими-то элементами, что требуется для фитнеса. Поэтому там есть всевозможные и тренажеры, и всевозможные секции, включая, скажем, и медицинское обслуживание, и сауны, и, понятно, есть бассейн. И суть в том, что касается услуг и бассейна, и в целом этого фитнес-комплекса, то суть заключается в том, что есть определенные договоренности, и у нас жители с разным доходом, есть разные категории жителей. Так вот, что касается и многодетных, и у нас есть ветераны, и у нас есть, я уже извиняюсь, и инвалиды, и дети инвалиды. Вот для подобной группы граждан будет отдельный подход, будут определенные льготные условия, по которым, скажем, этот фитнес-центр или физкультурно-заводительный комплекс, будут работать другие цены, и будем подобным. В той категории граждан, что я сейчас назвал, будут, естественно, и другие подходы, и стоимость будет другая. Вот что могу сказать. Поэтому вот, понятно, что идеальный вариант, чтобы все построить, и все было бесплатно, но такого, ну, сегодня в нынешнем современном мире такого нет, чтобы я был правильно понят. Я уже извиняюсь, но такова природа сегодняшнего дня. Но, тем не менее, возможность будет. Да, возможность будет, поэтому на сегодняшний день этот объект построен, сегодня проект, этот объект введен в эксплуатацию, и где-то в ближайшие дни мы его официально откроем. Владимир Петрович, но впереди у нас еще одна крупная дата, которая памятна и важна для России. Это День России. Прежде чем мы продолжим с вами разговор, я предлагаю посмотреть сюжет, чтобы, так сказать, напомнить краткий экскурс в этот праздник. 12 июня – это день рождения Российской Федерации. В 90-м году именно в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. А уже в 94-м эта дата стала официальным праздником, которое подарило всем жителям страны летний нерабочий выходной день. Долгое время его именовали как День независимости, однако это название не устоялось в народе. Своё сегодняшнее имя – День России праздник обрел лишь в 2002 году. Эти изменения понравились уже всем гражданам, ведь название объединило и важность события, и торжественность даты, и единство всех жителей огромной территории страны. 12 июня продолжает оставаться одним из главных государственных праздников. Тёплые летние дни позволяют с размахом отмечать День России на улицах города. В этот день на концертных площадках и в парках проходят праздничные концерты, народные гуляния и другие развлекательные мероприятия. Улицы городов, общественные здания и жилые дома украшают государственными флагами. Отовсюду гордо звучит гимн Российской Федерации. Добавился у нас ещё один праздник, ещё один выходной день. Что в этот день будет происходить в Люберцах? Я могу одно сказать, что всё-таки День России – это общенациональный праздник, и он и задуман так, и выходной поэтому. Потому что мы граждане большой, великой страны, с великой историей. И мы сейчас с вами обсудили и Великую Отечественную войну, и победу во Второй мировой войне. Но это одно из последних величайших событий в нашей истории. Но у нас, я вам скажу, и была Первая мировая война, и у нас была и Великая Отечественная война 1812 года, и поле Куликова. И всё это тянется с Киевской Руси, это тысячелетняя история огромной страны. И Россия, как правило, как любое государство, она не возникает по повиновению какой-то волшебной палочки, какого-то взмаха. Это проходит десятилетие, столетие, чтобы народ вышел на тропу государства, государственности, государственной структур и каких-то общенациональных каких-то традиций. Это всё рождается, порой я извиняюсь, и в муках, и через какие-то лишения, и через войны. Поэтому именно 12 июня такой был принят указ и президента, это уже было сказано, 1993 год. И я оцениваю, что особенно, опять же, те, кто находится во властных структурах, начиная от федерации, субъект федерации на местном уровне, мы должны обязаны каким-то образом способствовать организации подобных праздниц, чтобы людям было, во-первых, не скучно, чтобы это было и весело, чтобы было всё организовано. И для нас, для муниципалов, самое главное в этот день организовать, чтобы все вопросы, связанные с жилищно-коммунальным комплексом, это электричество, вода, канализование. Всё сохранно? Да, я потом позже скажу. Всё должно функционировать. Это основное и главное, потому что, представляете, не дай бог, у вас 12 июня праздник, а у вас нет воды. Или пропал их, всё, праздника нет. Поэтому мы, когда подобные, скажем, праздники, то мы ставим задачу, всё должно функционировать. Ещё есть вопросы правопорядка. Это отдельная тема, потому что ничто не должно оборочить праздник. А уже потом приходим в плоскость организации всевозможных увеселительных мероприятий. Это работа торговых сетей. Это, как правило, это же лето, разгар лета. Будем надеяться, что будет и солнышко, хорошая погода. Лето наконец-то придёт. Да, и лето придёт. Мы его все сегодня ждём. И мы должны максимально всё организовать. Поэтому мы сегодня в этом плане работаем с блоком культуры. Мы работаем с нашей молодёжью. Мы постараемся пригласить кого-то извне, чтобы в наших парках, а у нас парки есть и в Люберцах, есть в наших городских поселениях. Поэтому мы, когда подобные мероприятия проводим, то мы будем стремиться, чтобы это проходило на территории города, но и в посёлках. И я так думаю, что подобные праздники где-то мы планируем. Мы их начнём где-то с часов 12 дня. И в процессе дня будут всевозможные и концерты, и какие-то выступления, и какие-то выставки. Это работа торговли, что касается парков. Будут какие-то, возможно, игры, мы над этим сейчас думаем. И всё это где-то мы планируем где-то в 19 часов будет организована, я думаю, что достаточно хорошая концертная, концертная программа, где можно будет посмотреть, а даже попробуем организовать что-то подобное караоке, потому что у нас есть люди, которые тоже талантливые, им тоже захочется, скажем, сообща. Потому что это праздник День России, он объединяющий, общенациональный праздник. Ну и планируем где-то в районе 22, такой фейерверк, салют праздничный, потому что мы попытаемся, чтобы в городе был организован по-настоящему красивый, хороший, по-доброму организованный какой-то праздник, чтобы, скажем, этот день нашим люберчанам, нашим гостям запомнился, их бы тянуло в Любрице ещё лишний раз. Поэтому стоит задача на сегодняшний день перед моими коллегами по работе, максимально подойти и организовать этот праздник именно в день 12 июня. Ну, заинтриговали. Единственное, что я поняла, будет весело, на дачу не нужно уезжать. И что, и что, и будет весело, очень хорошо. Будем стремиться. Праздник же это праздник. Праздник это улыбки, это веселье, это радость. И наконец-то лето придёт. У нас есть ещё один звоночек. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, лу-у-у. Да, 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 говорите, представляйтесь. Это, значит, Люберцын наш, значит, вот у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, праздник, это, конечно, замечательно, всё прекрасно. А вот скажите, вот у нас по поводу приобретения лекарств в городе бесплатных, как бы нам вот узнать можно было бы? А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Галина Матвеевна. Вот у меня вопрос такой. У меня очень сложный вопрос, онкологические вот лекарства. И нам просто отказывают, даже в управлении здравоохранения. Галина Матвеевна, я вам скажу, ну, у нас же есть определённый перечень болезней, заболеваний, особенно онкобольных. И по рецептам врача мы должны, обязаны такие лекарства представлять. И мы это делаем. Конечно, есть каждый отдельный случай, потому что понятно, что особенно для онкобольных лекарства, особенно импортные, они, естественно, и дорогие очень, и индивидуально. Я допускаю, что где-то порой происходит нестыковка. Такое это тоже бывает. Поэтому, если меня слышите, вы, пожалуйста, оставьте свои телефоны. Мои коллеги это всё фиксируют. Мы постараемся завтра на вас выйти, к вам дозвониться и попытаемся понять, что за вопрос, причина, и постараемся помочь. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны студии 8-498-642-1950, 8-498-642-1952. Также мы ведём онлайн-трансляцию на нашем сайте 3wlrt.tv в разделе «Лайв». Там же под диалоговым окном вы можете оставить свой вопрос, свои комментарии в течение прямого эфира. Я его могу задать. Убедительная просьба – оставляйте свою контактную информацию, имя, фамилию, где вы проживаете, чтобы вам можно было потом ответить на ваш вопрос. Владимир Петрович, давайте перейдём всё-таки от праздников к делам насущным. И такая злободневная тема в городском округе – это яма. В этом году их было особенно много. Скажите, пожалуйста, как ситуация на данный момент происходит? Ведь до 31 мая губернатор давал распоряжение, чтобы ямы были все закончены и ликвидированы. Ну, мы же ничем не отличаемся от других территорий. И сегодня можно, скажем там, проехаться по другим территориям и понять, где мы находимся. Я скажу, что эта зима прошедшая, она была непростая, сложная. Были там десятки, я сейчас не буду, по-моему, мои коллеги представляют, там 35 или 36 переходов за зиму через ноль. Любая, скажем, вода или жидкость, которая находится на твёрдой поверхности, и там, если есть малейший раскол, переход через ноль – это всё разрушает. Поэтому я вам скажу, вот сегодня министром транспорта и дорожной инфраструктуры в Московской области Тресковь Игорь Борисович, с переходом его к этой должности, к этой работе, он, я оцениваю, достаточно правильно и разумно поступил. Сначала над этим немножечко как бы были, ну, скажем, не могу сказать, скажем-то, что на смешке какое-то недоверие. Он поступил правильно. Вот если есть ямы, а сегодня техника позволяет, их надо цифровать. В том плане, что их надо в координатах, точку это прописать на местности, и сегодня техника позволяет, и мы, по сути, через систему ходить, там, ГЛОНАСС, как угодно, эту точку с этой ямой мы её фиксируем. Это сегодня такие, скажем, ну, обязанности, что ли, на территории всей Московской области. И Люберцы не являются не исключением. Поэтому у нас было привязано к этой системе, а мы насчитали где-то порядка 4 тысяч, это 560 я. Колоссальная цифра. Больше 4 тысяч. Это, по сути, сегодня кто меня слышит, он говорит, ну, это что, после бомбёжки, да, есть проблемы в дороге. Дорога – это сложное техническое изделие, если мы говорим о нормальной дороге, с теми нагрузками сегодня, которые дорога испытывает, особенно наше ближнее Подмосковье. Потому что транзит транспорта огромен. Сегодня автомобилей много. Что такое дорога? Дорога изначально, я уже об этом сказал, это сложное техническое, скажем, такое изделие, сложное техническое, скажем, в строительстве нужно было выполнить целый ряд требований к дороге. Это начиная от полотна самой дороги, от подготовки, скажем, этой дороги. Это нужно было, скажем, на определенную глубину там выбрать и желательно дойти до песка, там, или если его нет, то засыпать там в пределах метра, потом щебёнка, потом песок, потом опять щебёнка. Всё это дело трамбуется, только потом укладывается асфальт. А идеальный вариант, чтобы дорога, которая испытывает огромные нагрузки, сначала бетонируется, на всё, что я сейчас сказал, и бетонируется на армированный бетон, а потом укладывается асфальт. Тогда дорога служит. Только дорога сделана, извините меня, тяп-ляп, а у нас основная масса дорог, к сожалению, делась без соответствующей подготовки. Поэтому мы сверху асфальт кладём, а дорога плавает, потому что грунты промерзают, наличие, скажем, на глубине там полметра где-то какая-то заболоченность, какие-то грунтовые воды подступают. Это всё плывёт, и, понятно, дорога рушится. И мы жалуемся, что проходит год-два-три, максимум, и дорога разрушается. Поэтому это в перспективе, я думаю, что будут деньги, по большому счёту, эти дороги надо заново строить. Но у нас есть что есть. И наша задача сегодня это как-то удержать и содержать. Я не хочу уходить в глубокую философию. Поэтому на сегодняшний день, что мы делаем? Вот зафиксируем более 4,5 тысяч ям. Всё это дело зафиксировано. Проведены определённые торги на ремонт этих ям. Есть организация у нас сегодня, Люберецкий ДЭП, которая этим ремонтом занимается. Мы сегодня в день латаем порядка 100 ям. Я ставлю задачу 20-22 число в Люберцах ям не должно быть. Понятно, что будут появляться новые. Мы их будем латать. Но мы после этого ещё приступим и к капитальному ремонту дорог. Это уже другая история. И мы это делаем ежегодно. И в этом этот год не исключение. Но это тоже торги, определённая процедура. Но это где-то и работа мы где-то приступили. У нас как раз есть сюжет в продолжении ваших слов. Но мы его посмотрим чуть позже. У нас есть звонок. Не будем телезрителя или телезрительницу ждать. Вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Да-да. Говорите. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Чернышова Елена Владимировна. Меня волнует вот такой вопрос. Оба моих ребёнка занимаются в детской школе искусств номер 4 по классу фортепиано. Мы учились в этой школе, которая располагалась в здании Дома офицеров. Но, как известно, с прошлого года нас переселили в другое здание на улице Беленья в связи с реконструкцией прежнего здания. Вот нас волнует очень сильно вопрос. Сможем ли мы начать обучение в нашей школе с нового учебного года с сентября по старому адресу? Возможно ли это? Это неоднократно вопрос. На сегодняшний день я скажу, мы на сегодняшний день делаем максимально, чтобы дом офицеров ремонт закончить к первому сентября. Ремонт сегодня делается качественно. Я буквально на днях был в доме офицеров. Значит, ремонт делается качественно. Нет никакой угрозы, что мы не успеем. Подрядчик достаточно, я скажу так, и адекватный, и профессиональный выполняет и качественно все работы, которые связаны основные работы такие общестроительные выполнены. Сегодня идет отделка. Я надеюсь, что первого сентября дом офицеров будет завершен, и новый учебный год начнется уже в стенах по сути обновленного дома офицеров. Я надеюсь, и думаю, что это будет. Погода никак не повлияет? Никак не повлияет, потому что основные общестроительные работы выполнены. А мы же там заменили несущие конструкции, мы заменили кровлю, мы заменили перекрытие, мы заменили всю инженерию. Это касается электричества, тепло, батареи, канализования, все это новое по сути. Ну и как обещала, сюжет ямы. Более четырех тысяч ям с таким количеством повреждений предстояло справиться с дорожным службом городского округа Люберцы. Многочисленные обращения жителей, поступающие к руководству муниципалитета, не остаются без внимания. Ремонт дорожного покрытия, который стартовал 15 марта проводится в соответствии с установленным графиком. Небольшие коррективы периодически вносит погода. На сегодняшний день в городском округе заделано три тысячи восемьсот ям. Для полного завершения работ остаётся отремонтировать дороги в седьмом-восьмом микрорайоне. Если нам позволят погодные условия, то, наверное, к концу недели, максимум в начале следующей, мы уже отчитаемся о проделанной и завершённой работе в этом направлении. А что касается проблематичной улицы 65 лет победы, то ею власти люберят займутся отдельно. Уже в следующем месяце на этом участке начнётся ремонт дорог. Новый асфальт будет проложен по всей улице. На данный момент там проводятся подготовительные работы. Там установлены информационные щиты для того, чтобы все понимали, что дорога действительно будет ремонтироваться. Напомним, следующим этапом реконструкции люберецких дорог станет плановый ремонт асфальтового покрытия. Он начнётся в конце мая и завершится к первому сентября. Луизия Егия-Сарян, Яна Яковлева, Никита Скраган и Дмитрий Родианко, телеканал ЛРТ. Владимир Петрович, ну вот в сюжете были кадры, посвящённые улице 65 лет победы. Скажите, пожалуйста, что будет происходить с этой улицей? Я понимаю, что это довольно-таки трудный район Ухтомский, но тем не менее улица стала... Мы назвали эту дорогу в своё время, делали опросы, мы назвали эту улицу таким названием, потому что это как раз было и 65 лет победы, мы её назвали таким образом. Но суть в том, что она проходит внутри территории бывшего завода Ухтомска. И мы сегодня, я уже об этом говорил не один раз, мы целый ряд судов, в основном все суды, по заводу Ухтомского, мы их выиграли. И сегодня некая получается такая патовая ситуация. Муниципалитет владеет земельными участками внутри территории завода Ухтомского, а зданиями и сооружениями в основном владеет гражданин Швейцарии. И на него это всё здания, сооружения оформлены, то есть он является тоже как бы владельцем. И поэтому он дальше особо не может. Ну а мы ограничены, потому что у нас есть земельные участки. Поэтому тут, как говорит Классик, надо договариваться. Мы сегодня определённую работу в этом плане проводим. Поэтому вот на сегодняшний день есть это и дорога, мы её назвали. Но если мы выйдем на какие-то договорённости, то, скорее всего, в перспективе, я надеюсь, мы выйдем на какие-то соглашения по развитию данной территории, и тогда понятно, что каким-то образом будет решён вопрос и с этой дорогой. Останется так же, или мы её как-то изменим. Это уже будет следующая история. Но на сегодняшний день дорога есть. По ней она как бы в какой-то степени дублёр Октябрьского проспекта. Поэтому мы на сегодняшний день все ямы по этой дороге, мы их все заделали. Ям на дороге там нету. Это точно. А также это, я думаю, где-то после 15-20 июня мы ещё приступим и к ремонту картами эту дорогу. Чтобы она соответствовала ну, скажем, дороге, которая, скажем, должна быть в Люберцах. Потому что, я повторяю, в какой-то степени это дублёр Октябрьского проспекта. Но когда мы выйдем на какие-то соглашения с собственниками, тогда будет другая история. У меня такой ещё вопрос. Ведь всё-таки по этой дороге больше, наверное, едет большегрузного транспорта, нежели легкового. Вот не получится так, что дорогу красивую сделали, а буквально через месяц большегруза или там даже раньше и большегруза. Ну, в том числе, да. Потому что это же территория завода. И на территории завода, да, есть какие-то сегодня предприятия, малые предприятия, есть какие-то рабочие места, которые едут на большом транспорте. Да, которые едут на каком-то легковом автомобиле. Но там есть и сладские помещения. А сладские помещения это грузы, это большегрузные автомобили. Понятно, что они эту дорогу будут как-то разбивать. Но я сейчас этой темы не касаюсь. Мы будем стремиться дорогу содержать в порядке. Есть вопрос, есть звоночек от телезрителя. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. У нас вопрос установки автобусного павильона у входа в Старо-Леберетское кладбище. К большому сожалению, на неоднократные просьбы по телефонам мы получаем одни обещания, начиная с начала 2015 года. Просим принять во внимание, что ожидание автобуса пассажиры вынуждены в дождливую, холодную или очень жаркую погоду после посещения кладбища испытывают большие неудобства. Будьте добры, Владимир Петрович, на этот вопрос. Хорошо, я тебе... А как вас зовут? Как вас зовут? Ответ у нас письменный есть от 25 октября этого года, что не планируют по плану работы на 17-й год строительства автобусного павильона. Спасибо. А как вас зовут? Меня зовут Ольга. Просто Ольга. Ольга, я зафиксировал, потому что, ну, скажу так, есть места, как кладбище. Конечно, кладбище несет такую печальную информацию, но вот эти места, они, как правило, посещаемы. И там, может быть, павильон, я с вами согласен, поэтому постараюсь эту тему решить. Я себе зафиксировал. Еще задам несколько вопросов. Поступили к нам на сайт. Вопросы, в основном, связанные с маршрутом 411 и 561. Дети ходят в школу пешком по опасной дороге. Водители маршрута говорили, что стало нерентабельно. Так ли это или нет? Отрезаны от города. Ну, из-за нескольких вопросов, читаю, выдержки. Вернутся ли эти маршруты, либо будут введены какие-то новые, чтобы люди... Я так понимаю, эти маршруты, которые связывались с метро Выхина, скорее всего, да? Кузьминки. Смотри, какая ситуация. Москва в свое время сознательно принимала решение, что максимально снизить количество автомобилей, приходящих в Москву. Особенно за пределы кольцевой дороги в Москву. Поэтому стояла задача максимально эти потоки снизить. Потому что наши граждане... Сегодня Москва, понятно, столица, мегаполис, где есть... Она манит себе и молодых людей, и специалистов, и рабочие места. И многие ездят на работу аж с Рязани, и с Московской области, и с Люберец, в частности. И поэтому, если задача человеку доехать, добраться до метро, я дальше, извиняюсь, прыгают в метро и добираются до работы. Поэтому Москва ставила задачу максимально снизить потоки транспорта в Москву, метрополитен вынести за пределы кольцевой дороги, и транспортные средства, автомобили приезжают к станциям метрополитена, и дальше человек уезжает. И когда Москва вынесла метро за пределы кольцевой, и у нас появилось метро Лермонтовский проспект, Жулебино, Котельники, скажем, автобусы, когда ходят в Москву, вот, с Люберец в Москву, это называется маршрут межсубъектовый. То есть, эти маршруты должны быть согласованы на уровне правительства Московской области и Москвы. И сегодня Москва, ну, по сути, не идет на согласование маршрутов каких-то автобусов, скажем, маршрутных автобусов с Люберец, метро, скажем, Выхино или метро Кузьминки. Там говорят, есть Люберцы, есть метро Котельники и точка, а дальше как бы мы не согласовываем. И это есть проблема определенная. Поэтому у нас стоит задача на сегодняшний день, вот эти транспортные потоки, автобусные маршруты, каким-то образом закольцевать, и чтобы людям было выгодно, удобно, как-то, скажем, ну, по времени это было удобно, значит, где-то минимум пересадок, чтобы люди доезжали с каких-то точек Люберец до метро, которые сегодня образовались. В перспективе, я думаю, что до конца этого года будет метро открыто и на северной стороне, это в районе Косино, в районе Некрасовки, там, где вот Паляй-Радс, там идут застройки, это тоже все Москва. Планируется, что это год следующий тоже там откроется порядка трех станций метро. Поэтому Люберцы, они находятся в окружении метрополитена. Но все же мы не теряем надежду, потому что есть маршруты, особенно, скажем, Октябрьский, они просят поселок Октябрьский, все-таки транспорт где-то или до метро Выхино, или до метро Кузьминки. И мы над этим работаем. Но, повторяю, эта работа очень сложная, потому что Москва почти не идет на то, чтобы пустить маршрутные автобусы до метро, которые являются уже сегодня в Москве. Москва как бы согласует маршруты до первых станций метро. Вот я уже сказал, это либо котельники, либо там шлебы. Но в основном сегодня это котельники, потому что планируется организовать транспортно-пересадочный узел, автобусную станцию. Это все котельники. Есть еще один звонок. Будьте добры, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Ситуация какова? Уже не первый год внутригородские маршрутки собирают большое количество пробок, стоя на остановке к гастроном, в сторону области. Очень из-за этого собираются пробки. И никак они не властники БДД, на это не реагируют. А у вас какие предложения? Если предложение, уменьшить количество маршруток внутригородских. Уменьшить? Тогда будет больше людей на остановках. Ну, давайте так. Мы это просто отработаем, потому что сегодня по целому ряду маршрутов мы развиваем автоколонну 1787. Это колонна Мострансавто. Ну, понятно, что там автобусы больше вместимости. Ну, вопрос есть. Давайте вместе еще раз сообща подумаем, потому что все эти маршруты, я уже извиняюсь, любое предприятие, включая автоколонну 1787, это отдельный хозяйствующий субъект. И там тоже идут определенные подсчеты, чтобы любой маршрут был выгоден, экономически целесообразен. Но это отдельная тема. Не хочу сейчас утомлять какими-то цифрами и рассуждениями. Давайте мы вернемся со специалистами, порассуждаем. Можно, вы и правы. Спасибо. Владимир Петрович, перейдя еще на нашу почту, к которой пришли тоже вопросы, более десятка писем, обращений, связанных с долгостройми. В частности, это Грин-Сити, Красково-Олимпийский. Вот в двух словах. Что, какая ситуация по ним? Будет ли решен вопрос? Тема, значит, на сегодняшний день так уж получилось или сложилось на территории Люберецкого района. Есть определенные проблемные объекты. Это у нас поселок Октябрьский. И там Рик, Риндайл. И в Арвиде там дома построены. Но там есть определенные недоделки. И есть проблемы определенные. Мы сегодня эти вопросы решаем. И оцениваем, что, по сути, вышли на тропу решений. Есть сегодня проблемные вопросы в Красково. Это такое предприятие «Алина». И там такой есть «Буркин», который является и учредителем, и директором. Потому что застройщик «Алина». А этот, скажем, сам дом называется «Олимпийский». Или, скажем, вот эта застройка называется «Олимпийский». И есть сегодня вопросы, есть проблемы. И дом этот можно ввести в эксплуатацию. И можно. Но ряд своих, будем говорить, обязательств товарищ Буркин не исполняет. И мы сегодня понуждаем. В том числе работает и прокуратура, и уголовный кодекс. Поэтому на сегодняшний день по этой теме мы двигаемся. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы найдем решение и по «Олимпийскому» или по «Алине» будет принято решение. Что касается «Грин-Сити». Там застройщика такая организация, как «Держава». Там некий, есть «Буренин», который иногда заездами посещает Россию, а так семья проживает в Испании. Там много ума не надо. И все решения есть. И алгоритм заложит, что дом можно достроить. Значит, на сегодняшний день тоже заведено уголовное дело. Там есть такой Куликов, он был арестован, находился в СИЗО. Сегодня он под домашним арестом. Работает тоже прокуратура, уголовный кодекс. Но я хочу нашим жителям сказать, потому что идут волнения. Мы дом в этом году в любом случае достроим. С Буркиным, с Бурениным. Разрешение вопроса в компетенции администрации округа или все-таки это Московская область? Разрешение Московской области давал. Ну, я вам скажу так. На сегодняшний день все, что происходит на территории, и я не хочу уходить в полемику и переводить стрелки на кого-то, все, что на территории, за это отвечает местная администрация, администрация городского округа. И я, естественно, как глава. И на сегодняшний день, что касается Грин-Сити или державы, мы совместно с Министерством строительного комплекса нашли возможность и подтянули одного подрядчика. Там сегодня порядка 180 миллионов стоит вопрос достройки. Это больше. Но мы идем навстречу. Мы по целому ряду вопросы будем решать, и там будет цены уменьшать. Это по коммуникациям, по инженерии. Там вопросы благоустройства будем максимально помогать. Цена вопроса порядка 180 миллионов. Значит, 70 миллионов, повторяю, мы уже нашли одного, скажем, инвестора. И мы выходим сегодня на некие решения. Осталось дело за малым, чтобы товарищ Буренин дал согласие и подписал документы. Но он на сегодняшний день, повторяю, находится в Испании. Куликов находится под домашним арестом, дабы выйти на решение. Ну и какие-то 100 миллионов, я уже извиняюсь, деньги большие. Но мы будем общим мером как-то искать, если товарищ Буренин, как бы, скажем так, не проснется, у него совесть не заиграет, если он, скажем, не поймет, что он, в принципе, сегодня обманывает, дурит игру, как есть, жителей имени в частности. Ну, а будет дальше работать уголовный кодекс, будут работать другие структуры, чтобы понудить, по крайней мере, если сегодня не пойти и на достройку дома, то, по крайней мере, в конечном итоге мы дом достроим, а такие должны сидеть. Я за свои слова отвечаю, я не жажду крови, я человек мирный, я сторонник, чтобы все эти вопросы решились быстро, а люди получили бы жилье и не ходили бы с жалобами, не ходили бы по этим мукам, потому что многие, я даю себе отчет, и деньги заняли, и где-то ютятся на всем их квартирах. Это есть проблема определенная. Но, повторяю, значит, иногда есть такое, как бы, невезение, когда попадается такой, извините меня, жулик, который, в принципе, вот подобными махинациями занимается, и страдают люди. – Владимир Викторович, но все-таки тема нашего эфира сегодня – благоустройство, и все, что связано с летним благоустройством. Что будет сделано еще летом в плане… – Ну, я думаю, у нас же за эти годы появилась же какая-то традиция. И если кто помнит город Любрица, там лет 5-6 назад, кто видел какие-то цветы, клумбы в Любрицах, и просто не было. Кто видел там лет 6-7 назад, чтобы в Любрицах было освещение. Сегодня вы проезжаете по Октябрьскому проспекту, это все в освещении. Если мы, скажем, встречаем Новый год, то это определенные иллюминации. Если мы входим в лето, то это появляются клумбы, цветники. Сегодня этим вопросом мы всеми занимаемся. Поэтому мы планируем… Мы, кстати, уже на сегодняшний день, вот я, идя на вашу передачу, поинтересовался, схоже, мы высадили цветочные рассады. Мы его высадили более 17 тысяч. – Ну, тюльпаны шикарные. – Да, но мы всегда, мы сажаем тюльпанов что-то порядка более 20 тысяч ежегодно по осени. И они, конечно, все затянулось, но это все сейчас начинает, как бы, скажем, оно уже вылезло из земли, начинает уже расцветать, сейчас солнышко прогреет, и 2-3 дня это будет красота. А дальше мы сажаем после тюльпанов другие цветы. И я сторонник того, что все-таки у нас красивый зеленый край, у нас есть и лиственные породы деревьев, у нас есть кустарники, у нас, по сути, сосновые или фойные деревья, их у нас очень много. Но у нас бывает порой и погода сумрачная, и дождливая. Поэтому я ставлю задачу, что в городе должны быть цветы яркие. Это красные, это белые, это голубые. Потому что цветы, они должны создать праздник. Потому что их можно посадить там какие-то зеленовато-красные, или какие-то такие, у нас же разные цветы есть, и нету твоей цветочной гаммы красивой, и тогда другое настроение. Поэтому я даже, вот мы там уже где их высадили, то можно заметить, что это такая получилась некая радуга, это должен глаз радоваться. Поэтому стоит задача, сегодня тепло наступает, значит, у нас будут и клумбы, и вертикальное зеленение, и в целом, где-то вот цифра, где-то у нас будет высажена не менее 190 тысяч цветочной рассады. А розы будут? Ну, розы – это отдельная история, потому что это, как говорят, многолетники, это будет определенного ухода, начиная от подготовки к зиме, они должны призимовать, да, и уже потом, это другая история, это больше культивируется на, скажем, приусадебном участке. А мы высажаем, как правило, однолетники, потому что, понятно, что, скажем, за многолетними сложнее ухаживать, и это отдельная тоже история. Сажаем однолетники, и я так думаю, что мы сейчас до числа, там, не знаю, 1-го, 10-го июня, все должно быть высадить, а потом это надо поддерживать. Поддерживать это нужно и брены, сырники, надо обновлять, поэтому этой работой мы будем заниматься. У нас еще есть в планах, это, скажем так, реконструкция нашего центрального парка, это отдельная история, мы над этим сегодня работаем, я особо на эту тему не распространяюсь, потому что говорить можно долго, а главное, чтобы люди увидели. Поэтому сегодня у нас отработана концепция, скажем, такая проектная, что мы хотим видеть. Сегодня мы, по сути, практически утвердили ландшафт, сегодня готовится документация, мы должны пройти смету, экспертизу, я думаю, что и будем деньги искать, которых сегодня нету, и в бюджетах не заложено, но я надеюсь, что мы ряд вопросов решим с областным правительством, с нашими какими-то, скажем, бизнес-структурами, чтобы привлечь какие-то вне бюджетные источники, поэтому я надеюсь, что в этом году немножко наш центральный парк, он заиграет, он в других цветах, в другом свете, я надеюсь, что парк будет, как-то, скажем, отражать, отражать, люберцы, город, и должен заиграть по-новому. Я надеюсь, что мы эту работу даже в этом году сделаем. У нас есть сюжет как раз по центральному парку, что там планируется сделать, и вообще, что там люди о чем планировали, о чем мечтали, вот как раз в нашем следующем сюжете. Давайте посмотрим. Хотелось бы, чтобы был фонтан, в общем, что-то с водой связано. Зелени побольше. Аттрекционов очень мало, и там парк неухожен, на самом деле. Вот хотелось бы там, чтобы можно было гулять с детьми. Пожелания жителей разнообразны, однако главной идеей обновленного центрального парка станет любовь во всех ее проявлениях. Объемные сердца из цветов и листьев виноградника, широкие аллеи, украшенные клумбами, и, конечно, главный символ парка – памятник влюбленным. Любовь к родному краю, к городу Люберцы, любовь очень человеческая. Соответственно, все фрагменты, все центральные композиции и зоны, они будут, так сказать, излучать любовь, и тем самым мы надеемся, что центральный парк культуры и отдыха будет более востребован, более интересен. Лицо города, центральный парк будет встречать своих гостей с двух сторон. С Октябрьского проспекта и у здания администрации входные группы будут украшены колоннами. Вторым элементом, над которым ведется работа, в связи с этой целью, привлечен известный люберецкий скульптор. Перед ним поставлена задача украсить входную группу номер два скульптурной композицией, являющейся символом люберецкой земли. В центре зеленой зоны, где сейчас стоит голубятня, расположат большой фонтан, а в лесопарковой зоне сделают велодорожки и различные функциональные зоны для взрослых и детей. На сегодняшний день мы рассматриваем два основных источника финансирования. Это областной бюджет и деньги частных инвесторов. В обновленном парке в отведенных зонах можно будет и с собакой погулять. Не забыли и про людей с ограниченными возможностями. Полностью реконструировать центральный парк планируют в течение двух лет. Однако власти обещают значительные изменения. Люберчане увидят уже через год. Поразительно. Такой развитый и современный город Люберцы. А, к примеру, взять велосипед в прокат у нас негде. Кстати, свои предложения о том, что вы хотите видеть в обновленном парке, присылайте на почту, которую видите на своем экране. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Ну вот, как было видно из сюжета, все-таки пожелание жителей будет учитываться. Скажите, к первому сентябрю либо дню города что-то уже можно будет увидеть в этом парке из обновлений? Ну, по крайней мере, будем стремиться. Да, конечно, что-то мы увидим. И я надеюсь, что это у нас получится, потому что, повторяю, мы сегодня концепцию отработали, проект есть, смета есть, осталось дело за малым. Найти деньги. Найти руки. Найти деньги. Руками найдем деньги. Поэтому я надеюсь, что будет. Мне подсказывает, есть звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Хотел задать по первому улицу Красногорская, первая, вторая, третья. Думают вообще что-то сделать с трехэтажками дома 58-го года? Они все сыпятся, короче. Что-то думается? Нет, уже 10 лет говорят и все, все на месте. Ну, я настолько знаю, надо, вы оставьте свои координаты, мы на вас выйдем, но могу сказать, что улица Красногорская, там дома, вот эти двух-трехэтажки идут под снос. Под снос сегодня документы находятся в Минстрое, по сути, имеется практическое разрешение на строительство. Я думаю, что в ближайшее время приступят к сносу и строительству новых домов. Поэтому будет переселение. Еще несколько вопросов у нас были заданы как сеть в Инстаграм, на канал, на почту пришло. жительница Филатова Валерия Юрьевна интересуется экологией. Постоянные неприятные запахи, гари, едкие, канализация. Будет ли решен как-то вопрос или нет? Ну, я что могу сказать? Тема есть. Мы же тут находимся в кольце целого ряда предприятий, которые, скажем, с точки зрения экологии являются такими, скажем, технически сложными. Находятся под постоянным надзором всевозможных экологических структур, под надзором прокуратуры экологической. Потому что у нас Мосводоканал. И я был в том году на этом предприятии, встречался с директором Мосводоканала. Мосводоканал за последние полтора-два года они вложили более двух миллиардов рублей только в вопросы связанные с экологией. Более того, они поставили некие приборы, которые фиксируют всевозможные выбросы именно структуру самого воздуха с подачей скажем по беспроводной сети на целый ряд устройств. Идет снятие этих сигналов в том числе нашей экологической службой. Мы как-то сегодня ситуацию смотрим в докладном мониторе. Но есть рядышком у нас нефтепрерабатывающий завод Капотни. Если вы слышали, то буквально вчера на днях это же был целый же шум, потому что там превышение определенных выбросов было в десятки раз увеличилось. И здесь работали экологи, федеральные структуры и экологическая прокуратура. Потому что это в их полномочиях надзор. Мы на местном уровне у нас таких полномочий нет. Поэтому здесь время от времени какие-то происходят выбросы. Я уже не говорю о потоке транспорта. Это тоже какая-то экология. Я не говорю когда приходит весна либо осень и начинают на дачных приусадебных участках сжечь всевозможное. Я не говорю о каких-то предприятиях которые на своей маленькой территории начинают поэтому мы пытаемся мониторить обращаемся к нашим жителям. Если видите то мы сразу же посылаем какие-то надзорные структуры административно-техническую инспекцию пытаемся штрафовать каким-то образом предупреждать. Это целая такая системная работа. Но время от времени это у нас появляется. Поэтому в том числе в районе Красовки мусоросжигающий завод. Это все на этом небольшом клочке территории которая сегодня она настолько пересеклась с Москвой что Москва и Люберц это сегодня какая-то единая территория. И на этой единой территории каких-то экологически вредных предприятий на территории района нет. Вот у нас был в районе скажем улицы Южная Цементный завод Южная молодежная вот этот край и мы его закрыли. Мы закрыли потому что работал прокурор работали экологи это тоже непросто потому что они все делают что ничего не делают. Поэтому мы фиксировали взяли лабораторию все это было зафиксировано акты и мы закрыли это предприятие. Иногда балуются на заводе в Красково в Марусино завод там есть в Торалюминь и там тоже иногда баловство есть и мы там фиксируем и так далее хотя они там бумаги имеют писать что они все в порядке. Поэтому мы в целом на территории Люберецкого городского округа каких-то вредных производств нет. Но мы находимся в кольце ряда промышленных предприятий которые время от времени какие-то происходят технические скорее всего неполадки и накрывают территорию определенными запахами. Это тоже правда. Мне подсказывает режиссер у нас есть телефонный звоночек на линии у нас ребенок. Здравствуй. Здравствуй. Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл очень приятно. Рады что ты дозвонился к нам в прямой эфир. Скажи пожалуйста какой у тебя вопрос? У меня вопрос такой почему на Октябрьском проспекте 384 корпус 3 начали возле садика детского сада делать площадку и бросили строительство? Вопрос от ребенка довольно взрослый. Кирилл мне даже неудобно перед Кириллом мне трудно сказать почему начали и бросили то что начали это хорошо а то что бросили плохо поэтому давай Кирилл договоримся я вот выходя из студии вопрос себе записал и постараюсь то что начали чтобы очень быстро завершили вот могу сказать так но вот продолжение все таки благоустройство территорий запланированное то что на этот год все это будет проводиться и делаться но помимо этого есть еще дополнительно 100 дворовых территорий которые выиграли в конкурсе на сайте Добродел и очень приятно что 2 2 такие территории они из нашего городского округа есть сюжет как раз давайте один из этих территорий посмотрим хорошо проблема с ливневой канализацией а точнее с ее отсутствием у жителей дома по улице Побратимов 15 стоит на первом месте во время сильного дождя они вынуждены пользоваться деревянными подонами других способов защиты от подтоплений здесь пока нет ливневая канализация в конце дома того есть и в конце другого дома тоже есть а посредине то есть получается сток идет к середине поэтому мы это увидели прямо при въезде в дом мы увидели что это существует такая недоработка за то чтобы этот двор вошел в программу комплексного благоустройства на портале Добродел проголосовали 140 человек теперь за счет перекладки асфальтобетонного покрытия проблема с подтоплениями будет решена будет переложен здесь асфальтовое покрытие с разуклоном чтобы вода стекала в существующую ливневую канализацию по две стороны дома образована как бы ливневая канализация где установлены решетки в эти решетки будет организован сток воды также по просьбе жителей на придомовой территории отремонтируют тротуары остальные шесть обязательных элементов благоустройства в этом дворе уже выполнены ориентировочно работы начнутся в начале июля и завершатся в течение двух-трех недель Луизия Геозарян Дмитрий Шарапов телеканал ЛРТ но еще хотелось бы затронуть одну тему это тема мусора очень много в инстаграме постов фотографии о том что на мусорных площадках мусорных контейнерах либо не убирают либо жители не могут донести вот здесь я даже не знаю честно говоря чья проблема либо управляющей компанией либо все-таки это магазины которые находят рядышком выбрасывают туда мусор но еще больше хотелось бы обратиться к жителям которые и это неоднократные примеры такие есть не могут донести мешочек до мусора и выбрасывают рядышком поэтому прежде всего начните себя а вот что касается магазинов скажите кто их должен отследить у них наверняка должны быть какие-то договоры на вывоз мусора конечно да поэтому эта тема она как бы у нас отработана и на сегодняшний день любой магазин или даже мы говорим какая-то палатка хотя правильно сказать это нестационарный торговый объект он обречен и должен заключить соглашение договор на вывоз мусора и это у нас все есть другое дело надо отслеживать а кто может это отследить скажите начиная от жителя от жителя и я благодарен многим сегодня у меня есть скажем я веду инстаграм и у меня сегодня есть постоянные как бы помощники ну скажем постоянные мои подписчики подписчики я бы сказал коллеги которые пишут 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 в директ пишут просто в комментарии где-то там есть мусор какие-то есть вопросы где-то подъезд не закрывается лампочка не горит где-то лужа и так далее фотографии присылают и я им благодарен потому что я мгновенно даю какие-то указания какие-то поручения ставлю на контроль и мы эти вопросы решаем потому что скажу так в нас люди разные и в этом есть наверное большое счастье основная масса людей у нас хорошие и добросовестные понятно что есть люди и разные и порой он несет ведро бывают такие случаи мы вылавливаем и чтобы нанести до мусорки он вышел не дошел 5 метров до мусорки или там что-то увидел и вывалил его рядышком есть торговые объекты поведения мягко скажу странное но мы же это видим поэтому сегодня телефон позволяет фотографировать подобных граждан надо и фотографировать и отправлять и каким-то образом наказывать у нас есть административно-техническая инспекция конечно физическое лицо наказать порой сложно его поймали если не поймали но юридические типа палаточника я уже извиняюсь какой-то торговый объект если он неправильно содержит либо зарос в мусоре мы наказываем наказываем рублем а если есть какие-то торговые объекты или какие-то даже промышленные предприятия или какие-то производства или какие-то учреждения то мы можем принимать и другие санкции потому что я своим коллегам говорю мы какая-никакая мы власть поэтому у нас есть масса инструментов как привлечь ту или иную структуру к порядку и мы должны это делать потому что порой надо извиняюсь и власть применить это тоже правда поэтому я искренне призываю чтобы мы и правопорядок соблюдали и не мусорили и как-то скажем поведение было у нас у всех приличным и мы делали замечания тем кто порой ведет себя скажу так мягко неадекватно поэтому смотришь мы сообщаем этот порядок удержим потому что надеяться такую на управляющую компанию ну она точно не сможет если мы будем надеяться в правопорядке на одну полицию точно не смогут поэтому эти вопросы мы решаем всем миром тогда мы точно ситуацию удержим поэтому я благодарен особенно тем жителям которые неравнодушны которые активны на их порой говорят они кляузники а я им благодарен потому что своими замечаниями они помогают нам удерживать чистоту порядок на территории города я им благодарен и скажу сегодня лишь раз всем спасибо кто неравнодушен тому что у нас происходит и нас критикуют порой оправданно и это нормально мы порой не знаю где-то глаз замылился порой где-то мы в суете на некоторые вещи внимания не обращаем нас поправляют это тоже нормально критикуют это тоже нормально Владимир Петрович к сожалению время эфирное буквально уже до считанной секунды к сожалению ответили не на все вопросы прошу прощения но тем не менее если ваша контактная информация была указана в вопросе вопросы ответы к вам придут я благодарю вас за то что вы пришли к нам в студию всего самого наилучшего берегите себя и поддерживайте город чистым всем хорошего настроения здоровья спасибо субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok